Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 21 июня 2020 года. Я продолжаю тему города Дубна и ядерной бомбы, которая нарисована на портретах монархов, но ее нет на портретах Петра I, из чего я в свое время сделала вывод, что Петр I не был державным императором и нам много чего придумали про него официальные историки. А пока город Дубна, Московская область. То, что в этом городе разработали ядерную бомбу, я говорила в предыдущей серии о Дубне. Вот статья. В Дубне можно воспроизвести сотворение мира. В советские времена, где-то в 70-е годы, молодая Пугачева великолепно исполнила песню «То ли еще будет, ой-ой-ой», песня первоклассника. Там есть такие строчки «Занимаюсь на труде синхрофазотроном». Я спою вам прямо сюда, в ноутбук, чтобы не нарушать авторских прав. Не бываю я нигде, не дышу озоном. Занимаюсь на труде синхрофазотроном. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. Вот. В Дубне есть люди, почти боги, потому что они разгоняют частицы и проводят эксперименты по созданию мини-вселенной. Так я поняла. Но это все было в СССР. И умные советские дети, из которых выросли эти ученые, уровень знаний которых восхищает весь мир сегодня, так что Великобритания приходит на советское образование, по крайней мере так пишут СМИ, оказалось, что советское образование лучшее в мире. А теперь у нас Греф, который спит и видит тупое стадо, которому ничего не надо, кроме сена, теплого хлева и зрелищ. И вот эти достижения теперь перешли Западу. И адронный коллайдер по созданию вселенной теперь там. Ничего удивительного. Из Советского Союза, Содружества Социалистических Республик, враги народа, создали несколько торговых компаний. А население из граждан СССР, по документам этих ОООшек, стали физлицами, товарами на судне. Хорошее слово – судно. Там есть слово суд, а далее слово судьба, что означает суддь, судд, ба, баала, захватчика, баала, баала. Итак, в Дубне создают новые элементы. Их не было. А ученые ядерного синтеза создают новые, новую материю. Вы только вдумайтесь, новую материю, которой вообще не было на Земле. Конечно, эти исследования очень интересуют мировых сатанистов, как и синхрофазотрон. Хорошая новость в том, что за последние, цитата, 15 лет в Дубне синтезировали 5 новых элементов, теперь Россия лидер этого научного направления. Но Россия – это еще не свободная страна. Это опять торговая фирма. А страна у нас никуда не делась. Но под панцирем лжи. Это наш родной СССР. Подождем. Мельни собаков мелят медленно, но перемалывают тщательно. Подождем. В этот фильм я выношу отдельной темой ядерную державу, шар на картинах монархов и использую свой же фильм «Петр I царь недержавный». Предлагаю посмотреть до конца, потому что бдительные соратники прислали по ядерной державе, по этой теме важную информацию. С детства со школы, но в моем случае с советской школы, советско-исторической науки, мы знаем, что такое скипетр и держава – это символы государственной власти царей. И сейчас я хочу прояснить для себя и для вас с официального сайта, что означают эти символы. Скипетр и держава. Потому что у меня есть вопросы. Если со скипетром как-то все понятно, то вот с державой непонятно. Форма непонятна, атрибутика непонятна, детали какие-то непонятны. Вот давайте посмотрим именно в открытом доступе, в открытых источниках и официальных источниках. Ну, скипетр, щедро изукрашенной самоцветами, увенчанной символической правилой гербами, геральдической лилией, орлом и так далее, фигурой жезлов, выполненных драгоценных материалов, некогда принимавших эти регалии от крымских татар в знак вассальной присяги. Состав царких регалий скипетр из кости однорога, единорога, то бишь трехфутов с половиной длиной, который вошел в 1584 году, обращаем внимание, это XVI век. Это тот рубеж, про который я сама неоднократно говорила в своих версиях. Насколько я сейчас знаю, что об этом говорят и официальные историки, мною уважаемые, такие как Андрей Фурсов, Александр Пыжиков. Значит, это у нас получается конец XVI века. Скипетр вошел. Это подаваемая в алтаре храма патриархом Сеяруси в руки помазанника Божия ин сигния власти тогда же вошла в царский титул, связанная с религией. Государственный герб российский, скипетр, был включен столетие спустя. Он занял свое ставшее традиционным место в правой лапе двуглавого орла на печати 1667 года царя Алексея Михайловича, папы Петра I. А теперь посмотрим, что такое держава. Держава – символ монархической власти. Например, в России золотой шар с короной или крестом. Название произошло от древнерусского «державласть». Ну, хорошо, допустим, державные шары входили в атрибуты власти римских, византийских, германских императоров. Совершенно верно, на портретах они все у них и присутствуют. В христианскую эпоху держава была увенчана крестом. Держава являлась также знаком отличия императоров Священной Римской империи и английских королей, начиная с Эдуарда-исповедника. Знаки отличия от кого? Иногда в изобразительном искусстве с державой изображался Христос как Спаситель, Мира или Бог-Отец. В одной из вариаций держава находилась не в руках Бога, а под его ногой символизируя небесный шар. Если скипетр служил символом мужского начала, то держава – женского. Ну, здесь, да, здесь с этим символом, не поспоришь, действительно имеют место быть. Но пока запомним, что это императоров Священной Римской империи. Россия заимствовала данную эмблему из Польши. Впервые была использована как символ царской власти. А почему из Польши, если отличие императоров Священной Римской империи, английских королей? Причем тут Польша? Почему из Польши, когда можно напрямую в Священной Римской империи? Вот здесь уже возникает вопрос, зачем это написано? И что значит «из Польши»? Впервые была использована как римский символ царской власти на церемонии венчания Лжедмитрия I на царство. Ну, имеется в виду, из Польши, значит, от Лжедмитрия на царство. И вот с этого Лжедмитрия, получается, она у нас вошла в символику, символа власти Романовых. Начиная со времен правления российского императора Павла I представляла собой шар из синего яхонта, осыпанной бриллиантовой, увенчанной крестом. А до Павла I она входила в символику царской власти, начиная со Лжедмитрия. Это говорит о чем? О том, что Романовы признавали Лжедмитрия за свою власть, потому что они взяли символы Лжедмитрия. Вот что можно взять из официальных источников, то, что никуда не прячется, то, что есть на виду. Вот без всяких каких-то искусов напрямую. От Лжедмитрия перешла символика державы. Дальше. Держава представляет собой увенчанную крестом сферу, только сфера не может быть увенчана крестом. Это ошибка. Нам еще по математике говорила учительница математики, в чем разница между сферой и шаром. Шар – это форма, фигура, материальная фигура. Сфера – нематериальная форма, нематериальная. На нее ничего не может быть увенчано или что-то повешено, потому что она нематериальная. В нее не может быть посажена никакая материальная форма. Соответственно, здесь должен быть крестом шар из драгоценного металла, поверхности которого украшена самоцветами и священной символикой. Державы или державные яблоки, называемые на Руси, стали постоянными атрибутами власти ряда западноевропейских монархов задолго до венчания на царство Бориса Годунова – западноевропейских монархов. Это все у нас пришло с Запада. Однако введение их в обиход русских царей не следует считать безусловным подражанием. Заимствованной могла оказаться лишь вещественная часть ритуала, но и не его глубинное содержание символика самого яблока. Но здесь уже начинается болтология. То есть популизм, который ни о чем не говорит, никаких доказательств нет, для того, чтобы как-то снизить вот эту явную-явную прозападническую символику этой державы. Ну и дальше у нас религиозные те вещи идут, которые, собственно говоря, неинтересны. Интересно по факту, что с официальных источников по державе. Итак, подведу некоторый промежуточный итог. Обращаю внимание на то, что первое – держава – знак отличия императоров священной Римской империи. Второе. Иногда в изобразительном искусстве с державы изображался Христос как спаситель мира или бог-отец. Третье. Россия заимствовала данную эмблему из Польши. Впервые было использовано как символ русской власти на церемонии венчания Алжедмитрия I на царство. В последующем Романовы на парадных портретах изображались символами власти, перенятыми от Алжедмитрия. Дальше мы посмотрим, насколько это совпадает с другими источниками официальной истории. А там есть накладки. Что подразумевается под символами власти сегодня? Ядерный чемоданчик. Я думаю, вопросов здесь возникнуть не должно. В тех странах, у которых нет ядерного оружия, ситуация очень ненадежная. Можно вспомнить Югославию, Иран, Сирию. А вот на страну или государство, в которых присутствует ядерное оружие, просто так бомбы не скинешь. Можно получить ответку такую, что мало не покажется. Значит, символ власти однозначно. Наличие мощного и грозного оружия. Читаем на официальном сайте. Держава-символ. Что такое держава? Держава от славянского, держава-власть, символ государственной власти монарха, представлявший собой золотой шар с короной или крестом. Держава, в скобках державное яблоко, представляет собой символ владычества над землей. Над землей как над планетой? Потому что по логике форма шара – это форма планеты. Но тогда у меня всегда был внутренний вопрос по поводу державы, как символа владычества над землей. Если смотреть с теософской позиции, так точно. Господь – владелец мира и держит в руке земной шар. Это понятно. Господь – Бог. Да, понятно. Философия, религия, образы – все ясно. Здесь спору нет, здесь как бы логично. А вернувшись к материальной, приземленной стороне вопроса, к нашим монархам, которые были людьми смертными, никакими не богами, также подвержены грехам, болезням и другим человеческим слабостям, возникает непонятка. Как может символ владения землей, как миром, как планеты, быть одновременно у нескольких граждан, пусть и занимающих главные посты в государствах? Один земной шар на всех. Что же получается? Каждый монарх по логике должен держать какой-то сегмент шара, свою долю, больше или меньше, в зависимости от реальных размеров своей страны. Потому что владеть одним шаром миром, как планетой, и держать его в руках может только кто-то один. А вот если предположить, что символ власти – это грозное оружие по типу ядерного, то тогда символика шара с ключом активации в виде равностороннего креста или еще какой-то коробочки, похожей на ключик, вполне подходит под это описание. Вот в нашей стране символ ядерного оружия – это ядерный чемоданчик, черный чемоданчик с ядерной кнопкой. А вот у англосаксов, у американцев какой? Читаем с официальных сайтов. А как у соседей? Американский ядерный чемоданчик называется «мяч», поскольку является сумкой из черной кожи по форме, напоминающей мяч для американского футбола. В сумке скрывается закрытый на кодовый замок титановый ящик с пластиковой карточкой, с санкционирующей пластинкой. Распечатав ее, можно узнать президентский код для активации ядерного арсенала США. Еще справка. Сегодня практически каждому из нас знакомо слово сочетание «ядерный чемоданчик». Но что именно скрываться за этими словами, известно далеко не всем. При этом неотрывно от ядерного чемоданчика используется еще одна словесная конструкция «ядерная кнопка». Ядерный чемоданчик и ядерная кнопка находятся в руках верховного главнокомандующего президента Российской Федерации и передаются от одного лидера страны к другому по мере стечения президентских полномочий. Ядерный чемоданчик «яч» – это то немногое, что дошло до нас со времен Холодной войны. Это специальное устройство, которое хранит коды для приведения в действие ядерного арсенала страны. Данный чемоданчик всегда находится под рукой у высших политических деятелей и военных руководителей стран, обладающих собственным арсеналом ядерного оружия. Итак, «яч». Если добавить одну букву, получится «мяч». Ну, игра слов и образов. Еще справка. Для переноски американского «яч» используются офицеры четырех видов вооруженных сил, а также береговой охраны. Перед этим все кандидаты проходят очень серьезную проверку и отбор, а также получают высший доступ в секретности белой ямки. Офицер, который переносит чемоданчик, вооружен личным пистолетом и имеет право использовать свое оружие без предупреждения. «Мяч» прикован к руке американского офицера специальным стальным браслетом. Так, минуточку. «Мяч». Обратите внимание. При смене президента, как в России, «яч» переходит новому владельцу Белого дома в день официальной инаугурации. При этом проводится небольшая 30-минутная лекция пользования данным устройством. И все же у американцев он называется «мяч». «Мяч», «яч». «Мяч» равно «яч» равно символ власти. Это символ власти. Надеюсь, спорить никто не будет. Так что и держава на портретах монархов могла означать оружие. И, кстати, такое мнение, как оказалось при моей работе над фильмом, присутствует и в компьютерных играх, а там, как известно, много вбрасывается истинного символизма и намеков, так же, как и в голливудских фильмах. Ну, например, «цвятая ручная граната», «антиохийская» или «упоминание в компьютерных играх». «цвятая ручная граната». Гранат имеет форму шара, а вместо креста в верхней части граната имеется символ радиоактивности, главный значок дюка «ню-ке-ма». или «ню-ке-ма». Не знаю. Символ радиоактивности. Так что ассоциации возникают, глядя на вот эту форму так называемой державы с так называемым крестом, которые таким образом рисовались изначально, потому что сейчас уже там и католический крест, и всё это в каменях самоцветных, всё это такое карго-культ. Но что это было изначально? Это же символ власти должен был быть. Это же не просто какие-то вот бирюльки, самоцветные камни. Это что-то серьёзное должно быть в символе власти. А теперь ещё интересный образ. Памятник Тысячелетия Руси. Такое название было в СССР. Название памятника в Великом Новгороде. А сегодня его переименовали. И памятник называется Тысячелетие России. Опять подмена понятий. Прямо вот на глазах происходит. Вот просто подтирают историю на глазах. И вот так это незаметно происходит. Из поколения в поколение вот так вот вбрасываются вот эти вот подмены понятий. Вместо России, вместо Руси Россия. Это разные понятия, между прочим. У этого памятника отсутствует скульптура Ивана Грозного и Олега, того самого, который пошёл отомстить неразумным хазарам. Здесь держава олицетворяет не отдельное государство, а мир. То есть вот в том самом глобальном планетарном смысле. Символ земного шара. И по этому образу получается, что Русь была на всём земном шаре. Но с некоторых пор попала под управление крестоносцев. Поэтому крест над ней стоит. Наверху этого шара. Потому что её крестили. То есть крестили планету. Крестили Русь, потому что Русь была на всём земном шаре. Вот что в этой символике есть. Далее. На этом памятнике есть скульптура Петра I со скипетром. Описание этой фигуры. Тысячелетие Руси. Деталь. Образование Российской империи. 1721 год. Пётр I в порфире, увенчанного лавровым венком со скипетром в правой руке. И гений-крылатый ангел, указывающий путь на север к месту будущего Санкт-Петербурга. У ног Петра, поверженный на колени, швед, защищающий своё разорванное знамя, обращенный на север к Петербургу. Трёхфигурная группа выполнена скульптором Шрёдером. Насчёт поверженного шведа совершенно непонятно, но вот то, что Пётр I со скипетром и без державы – это факт. Итак, Пётр I великий с одним скипетром изображён, а вот другие цари имеют державы. Следующий снимок этого памятника – фото Тысячелетия Руси. Две державы. Здесь помимо одного державного яблока в руках ещё на коленях товарищ просит принять символы власти, скипетр и державу. А что, не жалко? Два – это не одно, два яблока – это не одно, пусть будет два. Есть здесь и скульптура Ивана Третьего. Он изображён с державой на памятнике. Ну, тут, получается, неувязочка у историков. Только что с официального сайта, буквально несколько минут назад, мы узнали, что эти символы власти перешли в русское государство от Лжедмитрия Первого из Польши. Заимствование. А это даты годы правления Лжедмитрия Первого – 1605-1606. А годы жизни Ивана Третьего – 1462 по 1505. То есть, сто лет разница. Ну, какое-то имеет значение для историков. Да и сама дата постановки памятника для XIX века – 1862-я. Призвание варягов на Русь – это в честь нормандской теории происхождения российского государства и равно крещения Руси. Дата – 1862-я. Это ключевая дата для XIX века. Вот после неё, после 1860-го года все интересные события начинаются. А то, что несколько веков в Новгороде и Пскове был социализм вплоть до XVI века, там было народное правление. Об этом романовские историки постарались забыть. Да и постановка такого памятника именно в Новгороде символично. Это показать, кто кого победил, кто в доме хозяин. Кстати, смотрите серии моих фильмов по Пскову, и особенно там разбор был по домонтову городу, как раз со всеми датами, по археологическим раскопкам, то есть по документам, официальным документам, которые были представлены. По этим раскопкам ничего личного. Там очень интересные вещи всплывают. Правда, совсем другая оказывается. Ну так пойдём дальше разбираться, как бы там ни было. А Пётр у нас и на этом памятнике без царских символов. Бдительный зритель прислал мне ВКонтакте фото немецкой бомбы времён Великой Отечественной войны. Чем не держава? Наряди её в изумруды и сапфиру. Вот тебе один в один державное яблоко. Поставь туда крест сверху или коробочку и один в один держава. Вся планета в ядерных воронках, так называемых круглых озёрах. По ним у меня уже 4 серии фильмов. Круглые озёра Тверской области. Это именно воронкообразные по форме озёра. И держава на картинах вполне становится понятной и функциональной. Побомбили они планету в сласть. Население уничтожили не сосчитать. Смешались с людьми генетически и продолжают свои сатанистские делишки. Но что-то уже у них не то идёт. Срываются планы, рушатся алгоритмы. Хотя ещё и сильны сатанисты. Но восход уже начался. Благодарю за внимание. Всех вам благ. Делитесь этим видео. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Галина Конышева.